112 километров по горам. Группа спортсменов и любителей скандинавской ходьбы из Ненецкого округа в возрасте от 50 до 88 лет вернулась с трекинговых сборов, которые проходили на территории Республики Адыгеи. Маршрут пролегал по равнинам и горному рельефу Большого Кавказа. О пешем походе расскажет Елена Семеновичева. Мурашки побежали по коже Галины Семеновны, когда она узнала, куда ей предстоит поехать. Ведь еще будучи студенткой, она была направлена в эти места на практику и в течение четырех лет молодая девушка любовалась равнинами и горными рельефами Большого Кавказа. Те яркие моменты ей не забыть никогда. И тут я в такой момент, когда у меня под низом, прям вот ты становишься и уходит ко мне. Я вспомнила тогда, как ребята перескочили, прошли, а мне говорят, стой, мы тебе скажем, когда им-то видно, что падает оттуда. Они быстро идут. Я только на каблучках, в юбке, только встал, и так они закричат, прыгай. Я только прыгаю, и сзади меня огромный камень падает, и я вся в грязи выпей. Не менее яркие эмоции у ветерана подобных походов Нины Абакшиной. Вместе с членами клуба скандинавской ходьбы она покорила горы Эльбрус, Хибины, Северного Кавказа, Пиренеи и равнины Португалии и Испании по западному побережью Атлантического океана. Самым сложным для неё оказался этот поход. Мы когда решили перейти речку, через которую сказали, что можно просто перешагнуть, в результате, когда мы подошли, там была не речка, а целая река, и дорога была смыта. И мы помогали друг другу. Я стояла в реке по колено, другая помощница стояла, принимала их всех, передавали друг другу и переходили через эту буйную реку. Термальные источники, адыгейские танцы и, конечно, море. Каждая поездка продумывается до мелочей. Ну и, конечно, подготовка, ведь каждый маршрут – это тяжёлое физическое испытание. За восемь дней спортсмены прошли пешком 112 километров, покорили вершину хребта Унако с высотой 1100 метров над уровнем моря, Гуамское ущелье, Хаджухскую теснину, плато Лаганаки, дошли до водопадов на реках Руфабго и Мешоку. Путешествие включало сплавы по горной реке Белое – это место, где проводятся чемпионаты Европы по рафтингу. Горный маршрут – это всегда подъём, это всегда спуск. То есть девочки всегда покоряют вершины. То есть мы не на фуникулёрах ездим, а именно от ноля, кабиночки между горами, канатная дорога. То есть они у меня от ноля и до вершины. Все участники перехода являются членами клуба скандинавской ходьбы, который объединяет порядка 500 любителей здорового образа жизни Ненецкого округа, причём из них 200 проживают в сельских населённых пунктах. В настоящее время ходоки готовятся к крупным мероприятиям. 10 июля в округе пройдёт фестиваль скандинавской ходьбы. 10 сентября – пеший переход Тельвиско-Пустозерск в рамках Дня Пустозерска. А в октябре спортсмены проведут марафон, приуроченный ко Дню ходьбы. Также 24 сентября в Наринмаре пройдут первые арктические соревнования по скандинавской ходьбе, на которые собираются приехать нордики из-за рубежа Санкт-Петербурга и Архангельска. На проведение мероприятия клуб выиграл окружной грант в конкурсе некоммерческих организаций.